И к другим темам. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества, актеры театра «Кукол Антошка» завоевали гран-при областного конкурса «Юные таланты Москвы». Высокую оценку и признание они получили за постановку спектакля «Дикий» по мотивам сказки Андерсона «Гадкий утенок». Руководитель образцового детского коллектива Галина Кириллова и юные артисты рассказали, какова на вкус эта победа. Вы просто не желаете понимать, что он похож на дикого! Трогательная история о гадком утенке, который в конце превращается в прекрасного лебедя. Для участия в масштабном областном фестивале театр «Кукол Антошка» выбрал среди своих многочисленных постановок имена эту. И как показал результат, решение оказалось верным. Как и ожидалось, были слезы и волнения в зале. Свои эмоции не смогли сдержать даже члены жюри. Простите, но я никак не могу понять, что мы ищем! Фестиваль «Юные таланты Москвы» – это самый серьезный фестиваль, самый значимый, самый справедливый. Поэтому, если ты в этом фестивале занял какое-то место или хотя бы участвовал, это уже говорит о тебе многое. Но театр «Кукол Антошка» не просто постоянный участник этого фестиваля, но и обладатель уже третьего гран-при. Особенность коллектива заключается в том, что в нем участвуют как самые маленькие дети, так и ребята постарше. Это позволяет озвучивать разных персонажей в соответствии с возрастными особенностями голоса. «Стреляйте в меня! Дикий я! Дикий! Стреляйте! 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 Стреляйте!» «Это я? Так я лебедь?» «Да, ты лебедь!» «Ну, тут, во-первых, как сказать, вторая семья. Тут интересно общаться со всеми, приходят новые ребята, тоже как бы вливается наш коллектив очень быстро. Не знаю, как у всех, у других, но у нас, короче, мы чувствуем друг друга». Действительно, театр кукол отличается от остальных видов искусства тем, что актерам приходится работать по 10, а то и 15 человек на очень маленькой площадке. Одной куклой могут руководить сразу несколько актеров. «Каждый, они приучены к тому, что каждый должен сделать так, чтобы было удобно партнёру, не ему. И когда это делает каждый, это получается то, что надо. Поэтому я уверена, что эти люди, где бы они ни работали, кем бы они ни стали, их будут любить в коллективе, потому что они будут понимать, что ещё кроме них есть кто-то». Стоит отметить, что гран-при областного конкурса – не единственная награда, которую достоились ребята на этот раз. Две воспитанницы театра «Кукол Антошка» стали победителями в индивидуальных номинациях. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.